Корабли, корабли и ничего кроме кораблей. На этой неделе разработчики нам не рассказали, поэтому будем говорить о летающих посудинах. Попытаемся разобраться в каком состоянии находятся корабли от миск. Отметим почему цыги рассказали про Одиссей и одновременно ничего не рассказали. Ну и еще ряд мелочей. Это пока все еще бесформатный информационный, который не привязан ко дням недели. Мы начинаем. Здрасте господа! Давайте начнем с ряда транспортных средств от компании миска, именно хул А и С. В настоящее время разработчики продолжают трудиться над этими версиями кораблей. И если в хул С ведется изменение внутреннего освещения, то вот стартовый хул А продолжает находиться в стадии грейбокса. Метрики, внешний вид карго и подвесов. Все это подгоняется под уже новые стандарты разработчиков. Пока же ведется работа в том числе и над внутренним интерьером. Хул С тоже внутри получил ряд новых введений и обновлений. К тому же разработчики экспериментировали с внедрением интерфейсов на основе технологий строительных блоков. Говоря о тяговых лучах, хочется отметить, что ЦИК вплотную занялись их созданием, причем сразу нескольких размеров. Пока на данном этапе рассматривается внедрение в постоянную вселенную трактор бимов первого, второго и третьих размеров. Ими будут оборудованы Origin 315, Caterpillar и еще ряд кораблей. Стали известны факты, из-за чего выпуск дозаправки был перенесен разработчиками на весеннее обновление. И если изначально в 316 Starfarer мог выйти только как дозаправщик, то уже дальнейшее решение было сделано в пользу внедрения в него системы переработки. Тем самым корабль станет первой в постоянной вселенной мобильной рефанилкой. Помимо внесения изменений в экстерьер, ЦИК дадут владельцам корабля брать канистры с недавно добытым топливом с других космических кораблей для переработки. Глянем теперь на вультуру еще один индастриал. Корабль, который привнесет когда-то скоро геймплей сальважа. Кораблик перешел в заключительную фазу для окончательного осмотра жилой зоны и кабины пилота. Другой современный истребитель от RSI Scorpius с активным расположением турели вышел в стадию вайтбокса. На этой стадии разработчики уже собрали нечто напоминающее арты, а также места расположения корабельного оборудования. Ну и обновленный мерчантмент в стиле Теслы. Забавная шутка. Также разработчики показали прообраз внутренних комнат, где мы сможем увидеть карго-отсек, медотдел, мостик, гостевой хап и многое другое. Напомню, что еще месяц назад разработчики отмечали, что БММ вышел из стадии вайтбокса. Поэтому, как мне кажется, здесь нам представлена довольно устаревшая информация. Теперь же осталось за малым. Нам показали, как будет выглядеть ряд помещений корабля. Перейдем к главному блюду инсайда. Миск Одиссей. Это первый за много лет корабль от компании Миск. Если говорить коротко, ЦИК так и не рассказали, куда, что и зачем этот корабль. Почему и чем он отличается от карака, а также его основную роль, обозначив лишь только то, что мы уже давно знали из брошюр. Некий общий исследователь чего-то. В режиме автономности, возможностью переработки квантаниума в собственное топливо, местом для майнера и оператора тягового луча. Из новенького нам показали ранний уайтбокс, концепт ряда помещений, внедрение шанских технологий и стиль комнат, напрямую взятых из старфарра с наличием гравитационного ядра, возможностью попасть в помещение разными путями, из небольших уточнений, не будет общих комнат, экипаж получит собственные жилые кубрики. Ангар же, по словам ЦИК, стал неким ядром или базой, вокруг которого строился Одиссей. Туда можно поставить практически любой истребитель или корабль такого же размера, но выше, чем, к примеру, Сейбр. Тут уже выбор будет за вами, взять еще один индастриал корабль или дополнительно боевой для обеспечения безопасности. Может ли в таком случае кораблик чинить внутри другие корабли, остается под вопросом. Ну и, естественно, медбей с койкой Тир-2. Ну и в конце разработчики выразили неуверенную уверенность в том, что Одиссей может стать убийцей карака. Однако, итогом всех четырех минут репорта о корабле, это то, что о нем так ничего не известно. Джон, Крю и Ко просто еще раз перечислили информацию из брошюры, которую мы знали на сайте. Поэтому продолжаем ждать вопросы-ответы по кораблю. И я лишь спрошу вас, есть ли кто-то, кто уже прикупил себе еще одного исследователя или апгрейднул карак. Напишите об этом в комментариях. Кстати, в своем письме Джону Крю Тайлер Уиткин еще раз подчеркнул, что карак изначально предполагался как ориентированный на решение сложных задач по поиску выживанию в самых суровых условиях, прокладывая курс тем, кто пойдет за ним. Он также имеет уникальные модули и оборудование, которые остались у него еще с военных времен. Чем не может похвастаться Одиссей, который изначально был призван решать гражданские задачи. Скрин письма прилагается. Ну и конечно лайвстрим не обошел стороной тему кораблей и прошедшую выставку. Я возьму здесь только важную информацию, которая была озвучена разработчиками, а возможно, если вам интересно, мы сделаем более широкое массивное видео, основанное на лайвстриме. Итак, около пяти минут Джон Крю говорил о том, как им хочется и как они решают, над каким кораблем работать, в каком порядке. Он сказал, что всегда есть ограничения для выпуска кораблей в виде отсутствия ряда механик. То, что выпуск корабля без некого игрового процесса всегда противоречит видению кампании. И таким хорошим примером стал Аргорафт, корабль, у которого все-таки должны были отстегиваться его контейнеры, однако эта фича не успела подойти в нужное время. Еще ЦИК подтвердили переделку интерьеров 600Ай, внедрение им медицинских отсеков, еще ряда корректировок, однако оба варианта корабля будут все-таки иметь разные функции. Аргамоль получит съемные контейнеры и в настоящее время над этим ведется работа. Собирай полезные ископаемые, отстегивай грузы, отправляй их в рефайнелку Старфарера, а потом пристегивай пустые и вновь лети на добычу. Кстати, по Старфареру, со слов ЦИК, корректировка внутренних помещений точно не появится, а в 3.16 вряд ли заедет в 3.17. Вновь была затронута тема золотого стандарта кораблей. Эрик Маккой подтвердил, что это всего лишь доведение старых кораблей до современных стандартов и внедрение им необходимой механики, включая добавление шкафчиков, расширение коридоров, добавление компонентов и стуковочных шлюзов, корректировка некоторых частей экстерьера и расположение груза. Больше груза, а также наличие внутри корабля, к примеру, баллистических снарядов, будет влиять на массу, а соответственно и на поведение во время полета. Кроме этого, ЦИК отметили, что хотят повысить количество снарядов для баллистики. У ЦИК спросили, почему на Argo Raft не 4, а 3 контейнера, ведь места для еще одного там достаточно. Во-первых, это баланс, а также дополнительное расстояние между контейнерами обезопасит груз от возможных проблем с погрузкой-разгрузкой. Затронули тему и физического урона. Джон Крю отметил, что этот вопрос все-таки в команде по физике, однако он подтвердил, что накануне они проводили испытания, основанные на силе по сравнению с пулом повозки жизни тех или иных частей корабля. Блейды искусственного интеллекта, инструменты для автоматизации некоторых обитаемых систем, все же являются частью долгосрочных планов дорожной карты. Для начала нужно создать айтемы компьютерных систем, а затем добавить код модификации транспортных средств. ЦИК все еще намерены представить игрокам инструмент для создания собственных шкурок посредством гексакода, однако проблема заключается в том, что ЦИК уже продает шкурки кораблей, и как найти решение того, чтобы не подорвать эту систему, большой вопрос. Ну и кто там спрашивал про Polaris? Интерьер корабля закончен, размер ангара увеличен до того, чем обладает Миск Одиссей. То есть мы все же сможем грузить туда какой-нибудь корабль размера XS. И на сегодня это все. Если видео было полезным, прожми лайк, а также отблагодари автора своей подпиской на канал. Жми колокольчик, чтобы не пропустить другие видео. Давайте обсудим полученные данные в комментариях, а если ты захотел присоединиться к другим бейкерам Star Citizen, регистрируйся и покупай стартовый пакет по ссылке в описании. Ведь по словам кого-то из комментаторов, стримеры живут на рефералах и барыгах, так что пойду я снимать очередные мульоны от Криса Робертса за то, что вы покупаете по рефералке игру. Ну и смотрите в небо и ловите взглядом космическую яхту Турвыча, которую он купил на своих рефералах. До скорого! Субтитры сделал DimaTorzok